Здравствуйте, дорогая публика! Я сегодня в гостях у Андрея Михайловича Смирнова. Он кандидат юридических наук, юрист, действующий адвокат. И вот он сегодня предложил такую тему «Педофилы среди нас». Вот такая вот звучная, емкая, я прям даже не знаю, о чем речь идет. А те, кто отсидел за вот это вот преступление или те, кто потенциально, да? Что, кто все-таки? Значит, да, добрый день, уважаемая публика. Ну, речь, наверное, пойдет, ну, во-первых, мы должны сказать, что в связи с принятием закона о просветительской деятельности наше сегодняшнее обсуждение с Борисом Сергеевичем, в том числе и данной тематики, никакой просветительской деятельностью не является. Да, мы в рамках, скажем так, нашей с ним беседы пока по каким-то вопросам просто проинформируем публику о тех или иных аспектах данной тематики. Прежде всего, поскольку наши беседы всегда носят некий правовой уклон, то в правовом плане будет некая общая информация о том, что это такое, что такое педофилия. Соответственно, но никак это не просвещение. Для того, чтобы нам начать говорить об этой тематике, я бы хотел для начала спросить Бориса Сергеевича. Смотрите, мы когда с вами росли, да, по-моему, у нас вот меня лично родители отпускали на улицу совершенно свободно, и вопросы, связанные с каким-либо возможным половым насилием в отношении несовершеннолетнего, по крайней мере, в моем детстве, не вставали. Я вообще вот все, что касается половых вопросов, узнал вот о том самом возрасте, которым люди об этом узнают, да, то есть после соответствующего физиологического созревания. В настоящий момент, мне так кажется, то, что я вижу среди знакомых, дети уже там, ну, в районе там пяти-десяти лет уже, в принципе, знают, что такое слово педофил, да, то есть им уже объясняют мамы, папы, что к дяде и к тете не подходи, конфетки не бери, не беседуй, учат тому, как себя вести в случае, если кто-то пытается куда-то увезти, ну и так далее. Вот не кажется ли вам, что за фактически в пределах жизни одного поколения, допустим, нашего с вами поколения, вот эта проблема, о которой мы сегодня хотим поговорить, ну, кардинально изменилась в обществе. То есть проблема, которая, ну, как таковая, когда-то все равно была, это древняя проблема педофилии. Вдруг нежданно нам, может быть, не кажется ли вам, что именно сейчас в современном нашем обществе, в нашей стране в том числе, она как-то вот нежданно-негаданно стала достаточно общественно важной и имеет общественное звучание. Ну да, она попала в поле, так сказать, информационное поле, в общедоступное. Хотя, скажем, вот я помню еще где-то это стык 70-х и 80-х годов. Нет, это уже начало 80-х годов. Это вот в газете была как раз статья вот о, так сказать, группе педофилов, которые вот детей вот так вот завлекали, использовали. Это было такое. Вот каким-то вот образом, не очень понятным образом, эта проблема вдруг за последние, скажем так, десятилетия из некой такой вот скрытой или проблемой, которой занимались профессионалы, это имеется в виду и юристы, и медики, она вдруг получила такое большое общественное звучание. Я, почему мы сегодня стали с вами об этом говорить? Потому что, чтобы нам понимать, о чем идет речь, наверное, мы начнем с данных статистики, которые я приведу. Это данные статистики Генеральной прокуратуры и Следственного комитета. Вот на весну 2020 года, то есть год назад, по данным Генпрокуратуры, с 2016 года в России на 20%, там точно 19,3% выросло число преступлений против половой неприкосновенности детей и подростков. При этом по расчетам, то есть Генпрокуратуры, в 2016 году на одного пострадавшего ребенка в среднем приходилось одно и одно дело, в 2019 году выросло до одного и трех. Ну, в общем, приблизительно в 2019 году было зарегистрировано 14,8 тысяч таких преступлений, и каждый год, вот где-то с 2016 года, Генеральная прокуратура фиксирует рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Следственный комитет у нас, он на конец прошлого года, в декабре отчитался о том, что следственные органы возбудили в 2020 году 16494 уголовных дел о преступных посягательствах в отношении детей. И так далее. То есть цифры, которые в уголовно-правовом плане касаются вот этих проблем, они у нас растут, растут очень сильно, хотя мы потом об этом поговорим. Государство практически вроде бы как в плане уголовно-правовом защищает детей от этих вот преступных посягательств, связанных с их половой неприкосновенностью. В обществе постоянно используется термин педофилия, и он распространен на все, то есть все, что бы ни случилось, в том числе и в отношении вот этих вот преступных деяний. Однако для того, чтобы, ну так, проинформировать нашу уважаемую публику о том, что же это такое педофилия, нам нужно для начала, наверное, разобраться в терминологии. А терминология у нас такова, что педофилия – термин не юридический. Педофилия является, педофилия или инфантесексуализм или педосексуальность – это понятие медицинское. И по своей природе является сексуальным отклонением, и в соответствии с международной квалификацией, с МКБ-10, это международная классификация болезней, является, проходит по классу 5 психические расстройства и расстройство поведения, как одно из расстройств сексуального предпочтения. Что касается уголовного права, то там термин педофилия не используется, и называется все это преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетия. И в этой связи у нас, чтобы мы понимали, когда мы говорим о педофилах, то мы должны говорить только в плане медицинского. Теперь возникает вопрос с тем, как в отношении данных людей формируется общественное мнение. Понятно, что когда совершаются преступления в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних, и я отношусь к числению тех людей, кто считает, что любая установленная законом кара за совершение данных преступлений не является чрезмерной. Тем не менее, все-таки нам нужно, наверное, подумать о том, что же это такое во всех случаях. Это вот эти действия, это преступление в любом случае, или все-таки это болезнь, потому что она сама по себе педофилия, признана заболеванием, относится к категории психических расстройств. И вот поскольку у нас Борис Сергеевич человек далекий от медицины и от юриспруденции, было бы интересно услышать ваше мнение, вот как вы, как обычный гражданин, далекий от этих, воспринимаете, стали бы воспринимать, это все-таки, по вашему мнению, порог, и, соответственно, другие должны быть методы, наверное, воздействия на этот порог. Мы немножко поговорим об этом, о том, лечить, не лечить и как лечить. Либо все-таки во всех случаях это преступное поведение, которое требует наказания. Ну, вот видите, вот как вы сказали, что это заболевание, да? Болезнь, так что он входит в классификацию болезни. Вот какое-то время тому назад, вот в советское время, например, в эту классификацию болезни входил также гомосексуализм. Но, тем не менее, тогда право, как это называется-то, ну, право предусматривало наказание за гомосексуализм, это считалось преступлением одновременно, да? Одновременно считалось преступлением. Вообще говоря, вот товарищи, которые занимаются, как это называется, ну, управлением исполнением наказания, да, Гуин, да, они, так сказать, философски говорят, что вообще-то, говоря, у нас нормальные люди не сидят, да? Потому что нормальные люди таких преступлений, за которые можно попасться, они не совершают, да? У нас уже что-то у них там с головой, раз он совершил. Ну, не надо было совершать, потому что понятно было, что попадешься. Вот. Вот, не совершают. Вот это, да, действительно дилемма такая. Вот если он такой чудик и совершил преступление, ну, я не знаю, наверное, в правовой практике есть такое, что когда наш человек, ну, явно не в себе и на какое-то нарушение делает, ему, наверное, надо какое-то смягчение сделать и отправить его на лечение, да? Тут вопрос там другого. Педофилия при любых обстоятельствах, поскольку она, если и есть само заболевание, это уже болезнь. А преступление, совершаемое в период болезни, да, или поскольку человек заболел, это уже преступное деяние. Тут вопрос отношения общества. У нас, по сути, своей речи ведется о том, что пока общественное мнение настроено таким образом, чтобы карать за совершение данных действий. А возникает вопрос. Теперь вот просто я ваше мнение. Или все-таки лечить, потому что мы сейчас поговорим, лечится ли это вообще. Либо все-таки понимая, что... В свое время, значит, пытались лечить гомосексуализм, да, вот, ну и разочаровались в этом деле, показалось, что это не получается вылечить никак. Никак не получается вылечить, ну и решили сказать, а, ну махнули рукой, ну есть люди, есть такие, они безнадежно больные, ну что они будут ходить? Вот он безнадежно больной, лечить его что никак нельзя? Ну, кстати, педофилия, сейчас мы, поскольку мы об этом в том числе кратенько поговорим, тоже практически не лечится. Несмотря на то, что оно является заболеванием, общий подход к лечению данного заболевания, каким бы он ни был, в каких бы странах, все равно мы сталкиваемся с тем, что если человек сам не предпринимает шаги и не желает излечиться, это даже, скорее всего, не излечится, а будет научиться подавлять свои желания, да, то есть каким-либо образом. Да, но он в том числе медикаментозным. В том числе и медикаментозным, то есть, ну это должно быть желание, по всех остальных случаях, но никак не лечится. Вот сейчас у нас будет недавно нашумевшее интервью Скопинского маньяка, который, собственно говоря, если так мы не будем об этом подробно говорить, уже все, кто хотел посмотреть интервью госпожи Собчак с ним посмотрели, там важен другой момент, что фактически он-то высказался в том плане, что отношение этому можно было с этими бывшими его потерпевшими-то и продолжить, да, в результате чего одна из потерпевших получила госзащиту. К чему мы сейчас в плане нашего с вами обсуждения говорим? Прошли 17 лет, если я не ошибаюсь, да, он отсидел, а заболевание-то никуда не девается, поэтому сейчас вот как раз они ставят вопрос о том, чтобы государственный орган увеличить, усилить за ним административный надзор, ну можно усиливать как-то, да, то есть в любом случае, вот человек совершил преступление, наказан за это преступление, наказан строго, да, 17 лет жизни, это много, он выходит и не стесняется демонстрировать, в общем-то, свои подобного рода желания, которые, как выясняется, спустя 17 лет болезнь никуда не делась. Так вот вопрос, что с ним делать? У нас сейчас приняты какие меры? Государственная защита и вторые меры административного надзора. Ни слова о том, что давайте мы с ним что-то сделаем, да, то есть, ну, какую-то там отправить его в психбольницу, ну, спросить его желание, может быть, он хочет подлечиться, может быть, он добровольно... Да, но, кстати говоря, болезнь за болезнью, тут маленькая деталька есть. Вот понимаете, в чем дело? Ну, понятно, что болезнь вызывает вот такую вот болезненную потребность, да, но это совершение преступления, тем не менее, осмысленно, да, вот, чтобы удовлетворить свою болезнь. Кто-то болен, у него наркомания, и он, значит, незаконно приобретает наркотики или ворует деньги для их приобретения. Это уже преступление получается вот на почве того, что вот это вот у человека ломка, да, а тут вот он тоже совершает преступление. Да, у него есть вот болезнь, но он вот, тем не менее, преступление совершает. Это понятно, когда вот, ну, как Чарли Чаплин, он все женился на каких-то совсем юных женщинах, да, вот, видимо, он тоже у него такое было стремление, да, но это, наверное, преступлением не было, потому что он где-то как-то он так женился, оформил отношения. Ну, в данном случае, если уж мы сейчас будем говорить о том, как бы, в каком возрасте женился Чарли Чаплин, тут у нас вопрос-то в следующем, что вот эти все, вот эти грани, которые есть, касающиеся педофилии, они в том числе тесно соприкасаются с таким понятием, как возраст сексуального согласия, да, возраст сексуального согласия, это в каждой из стран мира, везде по-разному, это закрепленное законодательством возможность лица вступить в сексуальные отношения. В каждой стране они разные, да, то есть, вот, например, в Мексике, в Филиппинах там 12 лет, Аргентине, Испании, Южной Корее 13, в Болгарии, Италии, Португалии 14, у нас 16, то есть мы, с одной стороны, конечно, у нас же термин, как мы все, мы понимаем педофилии в обществе, да, это все, что касается несовершеннолетия, а вот теперь возникают дополнительные вопросы, которые в этой тематике остаются, это вот этот так называемый возраст сексуального согласия, когда современные дети, в том числе и девочки, достаточно созревать стали, имеется в виду в половом плане, существенно раньше, чем их бабушки, например, да? Да, появляется, был такой термин, я помню в свое время в юриспруденции, лицо, не достигшее половой зрелости, вот как-то так. Да, 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 теперь возникает вопрос. Это, наверное, будет индивидуально, да, получается, достигнуть. Да, 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 то есть тут вопрос такой, мы вроде бы как защищаем, и мы с вами кратенько пройдемся по нормам уголовного кодекса, который защищает, но иногда, то есть у нас некоторые нормы касаются несовершеннолетних, некоторые нормы уголовной ответственности касаются действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 16 лет, а некоторые там как раз не достигших 14, а иногда и 12 лет. Законодатель все это градирует, потому что мы должны говорить о том, что, ну, например, если мы говорим по закону в России сексуального согласия 16 лет, то дальше, да, там это были, были ли какие-либо действия, да, это педофил, или в итоге как бы вот это вот сексуальное согласие было получено, и оно взаимно, да. Поэтому тут, да, там возникают куча проблем, и мы буквально кратко, я не буду глубоко анализировать судебную практику, и те проблемы, которые есть в практике предотвращения или преследования предотвращения данных преступлений или преследования лиц, совершивших данные преступления, буквально чуть-чуть попозже. Таким образом, мы в итоге с вами, так я понимаю, мы оставим публике решить вопрос, что же это такое, во всех случаях преступления, или все-таки болезнь, и тогда, наверное, ну как бы на вот эту болезнь надо как-то государству, государству, потому что эта помощь медицинская нужна, как-то реагировать. Ведь в истории педофилии к ней достаточно, ну скажем так, она известна еще со времен Древней Греции, проблема педофилии была, но ее начинали решать, или, допустим, уже в 20 веке ее решали по-разному. Например, в Дании в 1935 году был закон о хирургической кастрации лиц, которые совершали преступления. В Финляндии таковой закон был в 1950 году. То есть первые этапы борьбы с педофилией касались хирургической кастрации. Уже потом, где-то в конце 20 века, где-то 70-е, наверное, 80-е годы, может быть, чуть раньше в некоторых странах, в 60-х, когда появились химические препараты, речь уже велась о химической кастрации. И, значит, еще один из методов, которые есть, это лечение в психиатрическом учреждении, в том числе и медикаментозное, с целью каким-либо образом изменить заложенное... Снизить половое влечение, скажем так. Снизить, да, снизить половое влечение, фактически вот так. То есть мы должны сказать, что с проблемой как бы бороться, боролись, 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 боролись в том числе и достаточно жесткими методами. Согласитесь, что принудительная хирургическая кастрация это серьезное наказание было. Но мы на сегодняшний день видим, что активная борьба во всем мире с этим явлением, которое как бы она ни была, она в итоге по сути своей не только в нашей стране, но повсеместно проблему никак не решила. Она на самом деле с появлением интернета только усугубилась. Поэтому как бы все об этой проблеме говорят, нет, но на сегодняшний момент решение этой проблемы никем по сути своей не предложено. То есть нету, ни в рамках, мы по международных конвенциях по этому поводу поговорим, крафтинга, и о тех рекомендациях и стандартах, которые есть, и о воспитании полового, немножко буквально, как мы говорим, проинформируем нашу уважаемую публику, но никаких программ ни на национальном, ни на международном уровне по решению проблемы педофилии нет. То есть так, чтобы можно было сказать, ребята, вот есть методика, и мы знаем, как эту проблему решить. Ну, ее решить-то нужно по большому счету, наверное, хотя бы как первый шаг, хотя бы в уголовно-правовом плане, чтобы вот те лица, которые страдают вот этим заболеванием психическим, психическим расстройством сексуального влечения, чтобы они каким-либо образом хотя бы выявлялись. Это раз, методика нужна, и второе, чтобы каким-либо образом, выявив таких лиц, принять меры, чтобы они не совершили преступление. Правильно? Наверное, так? Как вы считаете, и, кстати, как сейчас законодательство относится к термину принудительное лечение, да? Вот, ну, скажем так, вот для случая, когда человек болен каким-то заразным заболеванием, да, и он может других людей заразить. Я помню, был такой пункт, там, умышленное заражение, там, сифилисом, по-моему, или что-то в этом роде. Были, да, визерическими заболеваниями. Да, да, да. Была уголовная статья Уголовного кодекса. А сейчас уже нет этого? А, ну, мы есть. Есть. Умышленное заражение венерическим заболеванием, умышленное заражение СПИДом, все это пока есть. Ну, то есть, а вот умышленное, а принудительное лечение от венерического заболевания, такого нет? Нет, у нас есть, у нас суд при вынесении приговора, то есть, для этого должен быть, должно быть уголовное дело, лицо привлекается к уголовной ответственности. Он должен совершить преступление уже, скажем так. Да, да, да. Тогда суд может применить принудительные меры медицинского характера, которые человек должен пройти как раз в системе органов исполнения наказания. Это очень такой вопрос, достаточно сложный, потому что, как бы сказать, ну, несмотря на то, что эксперты или специалисты, которые в области медицины, в том числе и те, которые каким-либо, каким-либо образом принимали участие в формировании ныне действующей системы медицинского обеспечения во ВСИНе, они говорят, что там все его лечат, и все умеют, и все хорошо. На самом деле, ну, лечение как такового-то нет, потому что, если его нет вообще, да, и нет до этого научных и медицинских методик, то откуда они возьмутся в ВСИНе и как они там кого-то вылечат. Поэтому таковое лечение есть, я вам потом попозже скажу, ну, например, есть у меня там был клиент как раз по одной из такой статьи, у него судом были назначены помимо наказания в виде решения свободы, также лечение принудительное, но это лечение, его там несколько раз после поступления в колонию, его на месяц отправляли в медицинское учреждение УФСИНа, ну, по крайней мере, с его слов, как он там своим родственникам сообщал, ну, дальше каких-то обычных препаратов, которые, ну, скажем так, не относятся к, наверное, в большей степени к психиатрическим, какое-то такое общее лечение, он так и не понял, от чего его лечили и лечили ли вы вообще, но, скажем так, формально процедура якобы лечения была выполнена, ну, и со временем от него просто отстали, и все, потому что, как бы, видимо, курс необходимого лечения, который нужно формально исполнить, он прошел, и на этом все закончилось. Излечился ли он на самом деле, ну, никто не узнает до тех пор, пока он не выйдет из мест лишения свободы, поскольку, ну, просто там нету контингента, да, где бы можно было определить, болен он или нет. Поэтому... Он за педофилию сел, да, за растление несовершеннолетних, да? Да, 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 там речь велась о преступлении в отношении мальчика, ребенка семилетнего, значит, сел он за это, но вот я просто, пока мы коснулись вопроса лечения, то имеется в виду лечение в системе ВСИН, то, по крайней мере, я бы сказал так, есть большие сомнения, что таковое лечение является успешным, потому что вы называете две крылья категории, суд назначил, они должны провести и, соответственно, в его документах должны быть сведения, что он находился, то есть его куда-то там логировали. семилетнему мальчику требуется психологическое или там психическое лечение после таких вещей. Вы знаете, да, мы сейчас с вами как раз и поговорим отдельно о том, каковы последствия сексуальных контактов взрослого и ребенка. Значит, ну, нужно прямо сказать, что тут наши бедные дети, наверное, так, мое личное мнение, слушателей может быть любое иное, дети, которые подвергаются в той или иной степени сексуальному воздействию или сексуальному насилию, безусловно, без последствий не остается. Эти последствия в самых ужасающих формах, это когда педофил совершает после насильственных сексуальных действий убийство жертв. специалисты в области психиатрии говорят, что педофил, потому что это тяга, да, прежде всего, как мы говорим, болезнь, когда он совершает вот эти действия насильственного характера, по мнению ряда психиатров, что после того, как он это совершил, у него возникает чувство вины, то есть, что же я сотворил, и он убивает жертву, чтобы не было свидетелей. Поэтому, первое, это понятно, что ребенок жертва тогда, когда преступник после, помимо совершения насильственных действий сексуального характера или, как в общем признанном термине педофилии, значит, совершает убийство ребенка. Ну, такие случаи были, вы помните, да, там где-то одного в Поволжье, девочку в гаражах искали, девятилетнюю, а потом в итоге нашли и преступника, и, кстати, ранее судимого, вышедшего и не нашедшего никакого иного применения в жизни, кроме как совершения нового преступления. Вторая часть, это тогда, когда при совершении действий сексуального насилия появляются физические травмы у детей. Ну, понятно, да, что половая система еще не развита, они находятся в допубертатном или в раннепубертатном возрасте, и в этой связи, естественно, что причиняется физический вред. И, наконец, третья, это тогда, когда наступает психологическая травма. Психологическая травма у детей может быть не только вот, ну, скажем так, сексуального насилия в отношении них. Тут надо термин понимать, что под сексуальным насилием может быть и нечто иное. То есть, это может быть, когда педофил демонстрирует свои половые органы, мы показывают какие-либо картинки. То есть, тогда, когда над ребенком совершается психологическое насилие, и в итоге ребенок после своего общения с педофилом у него может появиться депрессия, страхи, и все это, безусловно, требует психологического, иногда психиатрического мешательства, чаще, конечно, психологического, с тем, чтобы каким-либо образом стабилизировать психику ребенка. Это на психика ребенка неустойчива, ранима, и, безусловно, если таковые случаи имеются, конечно, на родителей ложится огромная нагрузка для того, чтобы после таковых противоправных действий восстановить состояние ребенка до нормального. Поэтому, да, наши дети, которые подверглись сексуальному насилию со стороны взрослых, действительно, у них, при том, это все во всех случаях является, то есть, бывают вот эти травмы, физические или психологические в обязательном порядке. То есть, вот так, чтобы вообще без последствий так не бывает. Но мы сегодня еще говоря об этой теме, тут встает вопрос очень важный, потому что на сегодняшний момент, начиная вот эти тенденции общемировые, они как-то шли постепенно, мы сейчас вот как раз об этом поговорим, встает вопрос о том, с какого возраста нужно начинать или начинать ли вообще половое воспитание ребенка. Вот ваше мнение, нужно детей приучать к половому воспитанию? нас с вами вроде бы как-то не учили, да? Да, нас вроде как-то не учили, все люди как-то сами вот обучались. Ну, вообще, есть такое представление, что в школе бы надо этим озаботиться, проводить такого рода воспитание. в наше время были какие-то лекции в классе в девятом или в десятом на эту тему лекторы приходили отдельно девочкам, отдельно мальчикам это дело проводилось воспитание. В наше время, о котором вы говорите, они все-таки вопросов в прямую полового воспитания не касались в том виде, как оно должно было быть. Сейчас вопрос по ряду международных организаций стоит о том, чтобы начинать с начальных классов детей приучать к половому воспитанию. То есть, где-то по мнению опять же этих организаций дети начиная с начальной школы первого -четвертого класса уже должны в этом возрасте знать, что такое половой акт. Нужно ли это делать в вашем деле? Ну, они сейчас живут в другую немножко эпохе. Если раньше должен был кто-то картинки показать, то сейчас в интернете и картинки, и видео, все, что хочешь, они могут найти и находят, наверное. Находят. Так что игнорировать это бесполезно. Ну, вот у нас вот сейчас на сегодняшний момент, когда мы говорим о том, что мы будем ли мы игнорировать, во-первых, мы сейчас поговорим о конвенциях и о том, нужно ли учить детей в вопросах, которые касаются воспитания. Вот, это в обязательном порядке. Смотрите, речь ведется о том, что сегодня очень такая серьезная дискуссия, как мы уже говорим, в обществе учить-не учить, и в этой связи, на мой взгляд, наше уважаемое государство пробует, как обычно, усидеть на двух стульях. О чем идет речь? Во-первых, мы являемся, мы подписали и ратифицировали еще в 2013 году Конвенцию Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия. Значит, в данную конвенцию подписали практически все страны Европы, в том числе и Российская Федерация. Но специфика конвенции заключается в том, что у многих экспертов родились целая группа вопросов, насколько данная конвенция отвечает интересам, прежде всего, семьи и провозглашенных руководством нашей страны семейных ценностей. Мы сейчас как раз и поговорим об этом. В чем суть проблемы? Значит, в статье 6, вот этой конвенции, о которой я говорю, есть статья 6, которая носит название «Просвещение детей». То есть просвещать вроде как, вы знаете, у нас нельзя вроде бы так, но есть такая статья. Она гласит, «Каждая сторона принимает необходимые законодательные или иные меры, направленные на обеспечение включения программы начального и среднего школьного образования, заметьте, начального, информации для детей об опасностях связанных с сексуальной эксплуатацией и сексуальным насилием, а также информации о способах защиты себя, адаптированной к их развивающимся способностям. Такая информация представляется при необходимости во взаимодействии с родителями, дается в более широком контексте полового воспитания. И вот тут многие в нашей стране начали говорить о том, что подписав данную конвенцию, мы взяли на себя обязанности по половому воспитанию детей, начиная с начального класса. В том числе, как я процитировал эту статью шестую конвенции по сексуальному насилию, в том числе, и адаптировать надо к их уровню развития, в том числе и вопросы, связанные с возможными формами такого насилия. Вот в этой связи как раз многие эксперты в области семейных отношений, общественных отношений как раз и выступали против того, чтобы данная конвенция напрямую была адаптирована к нашим условиям. А дальше как бы понятно, подписали мы конвенцию. Помимо конвенции, а мы еще есть и Всемирная организация здравоохранения, которая разработала рамочный документ. А мы члены Всемирной организации здравоохранения и, как мы знаем, Всемирная организация здравоохранения это одна из структур ООН. Так вот, документ называется он «Стандарты полового сексуального воспитания через просвещение Европейского регионального бюро ВОЗ за 2010 год». То есть, в 2010 году Всемирная организация здравоохранения, в которую мы вступили, разработала для Европы, это очень узкий вариант, для Европы стандарты полового сексуального воспитания. Значит, как они это объясняют в предисловии к стандартам? Сексуальное образование является частью более общего образования и, соответственно, влияет на развитие личности ребенка. Его профилактический характер не только содействует предотвращению негативных последствий, связанных с сексуальностью, нежелательные аборты, спид, но и может способствовать улучшению качества жизни, здоровья и благополучия. Таким образом, сексуальное образование способствует общему укреплению здоровья. Ну и как, Борис Сергеевич, способствует сексуальному образованию укреплению здоровья? Ну, так это смело сказано как-то ни с кладушки, ни в ладошки, но укрепление здоровья, сексуальное образование, а математическое образование не способствует укреплению здоровья? Нет, наверное, математическое. То есть люди сидят в очки, потом у них, понимаешь, сутулость, а вот это вот укрепление здоровья, укрепляет здоровье. Вот так нам приходится с вами бороться с этим. В 2009 году ЮНЕСКО опубликовало, значит, называется «Техническое руководство по сексуальному просвещению». И все это международные организации, по которым мы должны, собственно говоря, руководствоваться, наверное, если мы являемся членами ЮНЕСКО, членами ВОЗ. И вот в этой связи нам, опять же, говорят о том, что вот это сейчас большая проблема, помимо этого сексуального воспитания, проблемы сексуального насилия, то есть как бы нам говорят о том, что ребенок в начальном классе должен знать, что такое сексуальное насилие, да, а соответственно он защищен. А говоря о том, что педофилы среди нас, вот вы можете на улице внешне определить, педофилом или нет, вот тот или иной человек? Да нет, конечно, тем более, что некоторые люди стремятся к общению с детьми как раз не из-за сексуального, так сказать, влечения, а просто хотят реализовать себя как учитель, как родитель, да, понимаете, вот функция родителя, это ведь не только, вот так сказать, родил, да, но еще и воспитание, и вот у нас есть такие вот педагоги, да, которые любят детей, в хорошем смысле этого слова любят детей, понимаете, и это вот педагогическая жилка, наверное, она у многих людей есть, которые любят других, ну, любят детям что-нибудь объяснить, ну, знаете, были тогда в мое время такие люди, которые руководили кружками всякими, да, вот такие вот, спортивными секциями, вот, то есть, чему-то учили, им это нравилось, им это нравилось, потому что они, вот, ну, учат кого-то, да, вот, может им своих детей не хватало, вот, может быть, они как-то вот, что-то с детьми они неправильно со своими вот сделали, повели себя, у них не сложились отношения, теперь они это понимают, новых детей уже не заведешь, а вот, пожалуйста, тут целая, вот тут, так сказать, кружковская работа, вот, в то же время вы знаете, да, что уже были неоднократные уголовные дела в отношении как раз педагогов, да, педагогов, в том числе и в интернатах, да, где сексуальному насилию подвергались большая группа детей, воспитанников данных, интернат, мы говорим о том, что были ряд уголовных дел, когда, ну, казалось бы, уж от кого, от кого, от них-то не ждали, священнослужители привлекаются к уголовной ответственности за педофилию, и встает вопрос, вот, как нам, как нам вот этих педофилов, которые среди нас оказываются, то есть, среди них оказываются педагоги, священники, пусть штучно, но они оказываются, да, то есть, по этому поводу есть реальные приговоры судов, которые установили, что данные лица совершали подобного рода преступления. И вот тут возникает вопрос, что получается, как определить педофила среди нас, есть он или нет. Нету методик, нету ничего практически, и мы все, получается, на сегодняшний момент, первое, сами пытаемся для себя выработать критерии, вот такой там дядя или тетя, он педофил или нет, и воспитываем в детях, опять же, наверное, это ошибочно, потому что мы не специалисты, воспитываем в детях определенные критерии, по которым они должны себя вести в отношении посторонних взрослых людей. То есть, я серьезно говорю, что я знаю детишек, ну, то есть, девочек, как правило, это вот в этом возрасте порядка 5-10 лет, которым родители объясняют, чего нельзя. То есть, вот в этих совокупностях этих нельзя, ну, как мне, я не специалист, вот, может, публика нам как-то в комментариях напишет, помимо того, что вроде бы, как родитель абсолютно прав, на мой взгляд, устанавливая вот эти критерии, которые ему кажутся важными, с другой стороны, на мой взгляд, опять же, у ребенка появляется, воспитывается недоверие вообще к людям. То есть, вот поди, определи, подошел человек, там, говорит, ой, какой там хороший ребенок, поговорим, и ребенок должен уже что делать? Бежать к папе и говорить, дядя со мной хочет поговорить? Или там, дядя говорит, на тебе, ребенок, конфетку. Вот что такое дал конфетку? Я знаю абсолютно, ну, большое количество родителей с детьми, которые говорят, не-не-не, мы с вами в детстве конфетку брали, Борис Сергеевич? Да нам просто никто не давал, по-моему, мне вопрос. Ну, если давали, то брали, у нас же не возникало проблем. Ну, как-то так, посторонние люди обычно не давали конфеток. Какие-то, ну, свои, вот, явно, вот, в гости пришел, там, я не знаю, вот, ну, как-то свои, да, более-менее свои давали. А вот тут, кстати, тут такой вопрос тоже, вот, дела о педофилии, и такой вот педофилии, когда, значит, в группе, там, учащихся, например, воспитанников, а ведь тут, в принципе, вот, понятное дело, что у ребенок подпадает под влияние взрослого, а если этим взрослым оказался следователь, и он дал нужные показания. Это я вам сейчас рассказываю немножко. Хорошо, если есть какая-то, ну, объективное, так сказать, доказательство, не зависящее от показаний людей, а ведь это не всегда, наверное, бывает. Это мы сейчас как раз с вами буквально коротко и обсудим. Вот, я к чему говорю сейчас? Вот мы мысль закончили, о чем я начал. Мы говорим по конвенции и вот эти документы нормативные, которые международно я назвал о просвещении. И буквально на днях министерство образования заявило о том, что в школах будет вводиться курс семьеведения. Но курс семьеведения будет вводиться для девятого класса и для десятого, одиннадцатого классов, где они как раз будут определять, что такое любовь, господство мужа, там хорошо будут воспитывать. И так далее. То есть мы семейные ценности, все это, эта программа выработана Министерством образования с участием фонда Андрея Первозванного и Уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации. То есть они должны, я так понимаю, со следующего года ее запустить. И почему я говорю, что наше обожаемое государство пытается сидеть на двух стульях? С одной стороны, есть международные конвенции, которые говорят, в том числе и, ну, я их процитировал, по половому просвещению, которые мы присоединились, а не обязывающие мы должны каким-то образом вводить. С другой стороны, внутри себя в России мы провозгласили семейные ценности, вводим программу семьеведения, для старших классов, где определяем, что такое любовь, и как она возникает. Я не знаю, какие специалисты это вообще написали. Но, тем не менее, видимо, как-то будут детям объяснять. Вот. А поскольку, видимо, опять же, поскольку это предмет, то, видимо, и специалисты какие-то, педагоги будут отдельно подготовлены для данного предмета. Какие-то ускоренные курсы, как вот, как на войне. Вот я не знаю, как они объясняют, что такое любовь, что такое взаимоотношение, да, и как мы должны определить господство мужа. И воспримут ли современные дети, современные дети. А то есть в этом господство мужа, то есть оно должно быть не просто как такое вот обсуждение этого факта, а это вот так должно быть, да? Как одна из глав, как одна из глав этого воспитания. То есть не переходите улицу на красный свет, а муж, он господин в семье, да? Ну, видимо, как-то это пока не знаю. Пока это официально объявлено в ведении данной программы. И вот в данной программе Министерства образования и науки объяснило, какие главы там будут, в каких классах будут преподаваться. Мы будем, с одной стороны мы говорим о том, что вот то ли должна быть эта ювенальная юстиция, то ли мы против нее, то ли мы должны заниматься просвещением, то ли мы не должны заниматься просвещением, имеется в виду сексуальным просвещением детей. Если заниматься, то как? Либо мы уходим в семьеведение, тогда, наверное, нам надо поступить более честно и выйти из международных конвенций. Вот Турция сначала подписала конвенцию, как раз вот мы с вами говорили о домашнем насилии, это конвенция в отношении насилия женщин, Стамбульская конвенция в отношении. Они буквально вот несколько там недель назад взяли и вышли из этой конвенции. Ну, по-честному, не будем мы ее соблюдать, что там изображать. Может быть, и нам надо принять решение, закрыть тему этого полового просвещения детишек в начальных классах, в том числе и связанных с сексуальным насилием, и сказать, что мы будем преподавать только семьеведение, ценности семьи, духовные ценности. Было бы честнее, мы бы хотя бы понимали, а так в разнобой. И по сути своей я ссылаюсь вам на нормативные акты, они все действующие. Мы и конвенции подписываем, соответственно, это внутренний нормативный документ. Мы принимаем государственные программы поддержки семьи и детей, а сейчас вводим дисциплины семьеведения, которые вообще никак не стыкуются с теми международными обязательствами, которые мы взяли. Поэтому мне кажется, что надо, прежде всего, государству четко сказать, что мы будем делать вот так, воспитывать будем вот так. Это наше суверенное право. Это действительно суверенное право страны, как мы будем воспитывать наших детей, как мы будем заниматься сексуальным воспитанием и как мы будем заниматься борьбой с сексуальным насилием. Теперь кратенько о правовых вопросах. Значит, у нас в отношении сексуального насилия есть целая совокупность статей Уголовного кодекса, когда уголовный закон защищает именно несовершеннолетних от этого сексуального насилия. Санкции общие, вообще в целом санкции, там большие, до 20 лет лишения свободы, по некоторым статьям до пожизни. Я буквально бегло пробегусь, а потом отвечу на ваш вопрос, как нам быть доказано-недоказано. Во-первых, ну понятно, изнасилование у нас несовершеннолетнее, это отдельный неквалифицирующий признак, и там у нас от 8 до 15 лет наказания. Есть статья 132, насильственные действия сексуального характера, где тоже в отношении несовершеннолетних, и если эти действия совершены, насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14 лет, там наказание в виде решения свободы на срок от 12 до 20 лет. Есть статья 133, понуждение к действиям сексуального характера. 134-е половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Значит, кроме того, мы защищаем как бы детей, опять же, уголовный кодекс защищает детей с совершения таких преступлений, как развратные действия, 135-я статья, и 240.1 получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. При этом здесь в этой статье есть примечание, что под сексуальными услугами понимаются половое сношение, мужеложство, лесбиянство и иные действия сексуального характера, условием которых является денежное или любое другое вознаграждение несовершеннолетних. И, наконец, изготовление оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Тут тоже санкции в статье очень большие, превышающие 10 лет лишения свободы. То есть огромное количество статей. Наши законодатели приняли много законов, установили очень суровые меры наказания в отношении преступлений, связанных с половой неприкосновенностью несовершеннолетних. И вот тут вы правильно задали вопрос. Теперь главное определиться, а как они у нас работают? И нет ли у нас здесь проблем? А проблемы здесь есть. Помимо установления в Уголовном кодексе ответственности за совершение данных преступлений, у нас еще есть и процессуальный кодекс. Потому что объект преступления несовершеннолетних – это детишки. И в этой связи понятно, чтобы они не переживали дополнительные психологические травмы, установлен особый процессуальный порядок и допрос. Ну, понятно, что допрашиваются они в присутствии родителей, с участием педагога. И, значит, у представителей несовершеннолетнего есть возможность отказаться от проведения очной ставки с подозреваемым в совершении данного преступления. Ну, вроде бы логично, чтобы ребенка лишний раз не травмировать видом человека, который совершал сексуальное насилие. Законодатель поступил правильно, потому что он сказал, что в этом случае показания ребенка должны быть записаны на видео. Потому что лицо, которое обвиняется в совершении преступления, должно иметь возможность увидеть, что ребенок именно на него показывает. А сторона защиты такого лица должна иметь возможность как-то, ну, самостоятельно или с привлечением специалистов, психологов определить, какие показания, то есть что за показания дал ребенок и насколько этим показаниям можно доверять. И вот тут возникает у нас проблема. То дело, о котором я вам говорил, как раз заключалось в том, что показания ребенка были, а показания ребенка, как говорит, например, говорил тот человек, который привлекался к ответственности, возникли, это не родной ребенок, это ребенок его гражданской жены от первого брака. И в этом случае, он говорит, у нас возник конфликт. Она, значит, у нас из, как сейчас говорят, ближнего зарубежья. Как он уверяет, возникли проблемы, связанные с имущественными отношениями, и как бы ребенок являлся инструментом решения данных проблем. Видеозаписи следствие не сделал, от точной ставки он отказался. Фактически по материалам дела получалось, что даже при проведении ребенка судебно-психиатрической экспертизы из текста экспертов видно, что мама не давала ему говорить. Мама сказала, я за него расскажу все. И это действительно проблема, потому что, вы помните, было сейчас, кто хочет, потом найдет в интернете сведения. Привлекали папу в отношении, Таганский суд рассматривал дело в отношении его дочери. Опять же, там 3 или 4 года ребенку было, которая дала какие-то там показания. Потом от этих показаний все отказываются. То ли было, то ли не было. И тем не менее, следственный изолятор, суд и лишение свободы. Поэтому вы абсолютно правильно говорите о том, что, на мой взгляд, безусловно, преступления, которые совершаются в отношении несовершеннолетних, должны быть наказаны сурово. Безусловно. Но это мое, опять же, мнение. У публики оно может быть абсолютно иным. Но для того, чтобы человек нес такое наказание, необходимо, чтобы его вина была доказана. А вот с этим у нас зачастую возникают большие проблемы. Они могут вообще возникать на ровном месте, поскольку вообще педофилия настолько сейчас обсуждаемая тема, что некоторые женщины ее пытаются использовать даже при бракоразводных процессах. Обращался год, наверное, назад супруг одной дамы, где шел развод и раздел имущество, где она ему говорит, я желаю получить, и перечисляет то, чего она хочет получить. Он говорит, это, наверное, многовато, давай как-то так поделим немножко по-другому. А дочери 12 лет, она ему говорит, не поделим, как я хочу, я напишу заявление, что ты педофил. Вот он приходит и спрашивает в консультации, а что может быть? Я говорю, сколько лет ребенка? 12 дочек. А какие отношения? Ну, у нас хорошие отношения, как папа с дочкой. То есть все прекрасно, мы дружим, я ее люблю, все хорошо. Вот я теперь сижу и переживаю, а если она пойдет и напишет заявление. Вот в таких обстоятельствах, когда, ну, такие случаи же нельзя исключить, Борис Сергеевич, правильно? Да, то есть в этом случае доказательная база весьма сомнительна, и это и сомнительно с точки зрения неправомерного обвинения, с точки зрения невозможности доказать реальное обвинение. То есть тут не так же. Когда мама сама за ребенка рассказывает, как дело было? Да. Вот тут возникают проблемы, что сейчас вот в условиях вот этих средств массовой информации, которая всем обо всем рассказала, нельзя исключить, что в итоге получается, если мама имеет влияние на ребенка, неважно, какой мальчик или девочка, и говорит о том, что вот там такой-то вот папа нехороший, он совершал насильственные действия сексуального характера, любые, при том, может быть, любые, у нас, вот я перечислил статьи, там длинный список, там туда все попадает практически, и пойди потом доказывай, что ты этого не делал. Он скажет, ребенок сказал, ребенок пересказал мне, я предполагаю, что это так. И к большому сожалению, правоприменительная практика такова, что даже у абсолютно добросовестного папы могут возникнуть серьезные проблемы с законом. Несмотря на то, что то, что я вам рассказывал, вот эту ситуацию с человеком, там тетенька заявила, и нет объективно ничего. Там есть некоторое, там было какое-то одно повреждение, но эксперты говорят, оно либо от действий насильственного характера, либо это период развития у детей, у них там происходит перестройка организма. То есть это может быть и абсолютно там в естественном порядке происходить, в том числе при несоблюдении гигиены ребенка. И в таких обстоятельствах, то ли так, то ли так, и когда возникает сомнение, так или не так, в рамках закона, безусловно, все сомнения в пользу обвиняемого, но у нас на практике все по-другому. То есть когда или так, или так, длительный срок лишения свободы. Поэтому вот с одной стороны, конечно, с явлением таким надо бороться, в том числе и в уголовно-правом плане. С другой стороны, мы зачастую можем иметь уголовные дела по данным статьям, когда в уголовной ответственности привлекаются лица, которые таковых преступлений не совершали, появились жертвами оговора. Вот в чем пока проблема наша большая. Это не проблема закона. Закон-то, в принципе, правильный. Это проблема правоприменения, с которой мы все с вами сталкиваемся. Кто вообще касался проблемы правоприменения в любой гражданском процессе, в уголовном правовом плане, то те знают, что такая проблема правоприменения у нас существует. Поэтому следователю и судье проще человека привлечь к ответственности и посадить, чем отпустить. Такова тенденция, к большому сожалению. Да. Кстати говоря, вот в связи с проблемой воспитания, хочу спросить, а вот произведение такое, вот, так сказать, «Толстый Карлсон», помните, «Малыш и Карлсон», вернее. Да. Как это трактовать? Мужчина в самом расцвете сил, значит, он зовет ребенка к себе на чердак, он там обещает ему там, что у него там 10 тысяч правых машин, сколько-то люстров, еще чего-то, ну, явно врет, да. Вот. А вообще он у нас положительный персонаж, немножко такой вот шалун, конечно, да, но хороший друг малыша. Вот. Ну, вот как-то так вот это вот интересно. Там-то у них на Западе эту книжку не изъяли еще из оборота детского? Нет. Почему они должны ее изъять? У них все хорошо. Ну, мало ли, но все-таки это там вот какой-то дяденька, который живет на чердак-то ребенка. Ну, как-то очень... У них-то это не изымут. У них на Западе на сегодняшний момент есть достаточное количество общественных организаций, которые выступают в той или иной степени за некую легализацию, что ли, педофилии. Ведь они же... О, как. В свое время боролись-боролись за легализацию гомосексуализма, но сегодня у них это все практически легализовано. Однополые браки являются совершенно обыденным явлением, и никто не скрывает свою сексуальную ориентацию. А также они постепенно, вот я вам уже эти конвенции называл, во Франции, в начальных школах, но, по крайней мере, я сам эту программу не видел, но наши защитники интереса в семье говорят, что во Франции в начальных классах дети учатся нам правильно одевать презерватив. Ну да, ну да. Поэтому нет, там нет. У нас ведь другой перекос. Вы, наверное, слышали сейчас, да, что бдительный гражданин обратился в администрацию Санкт-Петербурга с заявлением, чтобы детей ограничили детям допуск к обнаженным скульптурам в Эрмитаже. Смульный, естественно, переправил это все в Эрмитаж, и господин Петровский, Петровский у нас там, директор Эрмитажа, вынужден как-то объясняться, что мы теперь переходим в другую плоскость. Можно ли детям показывать произведение искусства, да? То есть у нас вот в Москве Пушкинский музей, там заходишь, начинается все со статуи Давида. Вот можно ее показывать или нельзя? Да, и перед ним сидят детишки и показывают на нее, хихикают, да. Ну да, вот бдительный гражданин говорит, нет, надо все это убрать, закрыть и показывать 18+. Там еще, значит, есть картина такая, значит, Буше, Геркулес в гостях у Амфала, да? Надо где-нибудь, вот, значит, в зале так вот притаиться. Ну, там есть где притаиться, картинка небольшая, и вот смотреть за людьми, которые ее разглядывают, да, вот эту картинку. Очень любопытное, между прочим, дело. Да, ну, в общем, вот у нас тут такие сейчас всякого разного рода различные взгляды на эту проблему. Есть все, что угодно, кроме, на мой взгляд, вот системного подхода. Вот семейведение какое-то сейчас нам введут, но семейведение, это тогда, они его собираются вводить девятые, как я говорил, десятые, одиннадцатые классы. К тому времени наша молодежь, она уже, как современные молодые люди, уже имеют свое мнение, что им по этому поводу надо делать. Поэтому они где-то созревают, это существенно раньше. Да, это понятно. А вот меня тоже очень волновала тема легализации педофилии, то есть там, на Западе, легализация отношений взрослого человека и ребенка, причем отношений половых, да, причем легализация в таком смысле, что, ну, то есть ребенок явно не достиг возраста, в котором он гражданскими правами полностью обладает. Когда он может принимать решения там на ту или иную сторону, да, сделку совершать, он еще не может. А вот, так сказать, вступить в отношения со взрослым человеком, половые, да еще какие-нибудь такие вот необыкновенные, да, понимаете, отношения нестандартные, так сказать, это он должен решить уже, принять. Ну, это как-то немножко, немножко странновато. А, ну, это в смысле, да, когда, значит, ребенок там, семилетний объявляет родителям, что он собирается изменить пол, да, ну, это его мнение, это нельзя препятствовать ребенку, да, вот он хочет, чтобы у него был, там, я не знаю, там, так сказать, голубенькая юбочка, а не синенькая юбочка, все, пожалуйста, это нельзя препятствовать. А тут, значит, хочу вот такой пол, хочу такой пол. Ну, это как-то вот не серьезный, вот возраст не тот. Вот, как мы знаем, что капризы без детские, да, юбочка-то ладно, а вот пол как-то так. Ну, вот там знакомых-знакомых, там, правда, речь ведется у нас здесь конкретно о школьнике, еще старших классов, школьник, но старших классов, который вот заявил, что не хочу быть мальчиком, буду девочкой. Такие решения принимают, но у нас, ладно, как бы мы все-таки 16 лет, когда вы говорите тут проблемы, это как раз и есть возраст сексуального согласия. Я приводил как раз данные о странах, где они могут быть и с 12 лет, и с 14 лет, везде по-разному. В некоторых странах, во Вьетнаме, по-моему, у них с 18 лет, у нас вот в 16 лет возраст полового согласия. Значит, поэтому, если на Западе проблема в следующем, они как бы постепенно, вот решив проблему этого гомосексуализма, они перешли к ювенальной юстиции, против которой у нас здесь вроде бы как, ну, как я понимаю, по крайней мере, по официальной позиции многих наших лиц, мы с данной юстицией ювенальной боремся, а у них нет. И при наличии ювенальной юстиции, естественно, плюс половое просвещение, о котором мы говорим в начальных классах, соответственно, да, дети каким-то образом уже в вопросах сексуальных пытаются вывести, легализовать вот эти сексуальные отношения. То есть, если ребенок в начальных классах все знает, то, наверное, когда он чуть-чуть подрастет до какого-то возраста, там, я не знаю, какой там, 10, 12, 14 лет, то, наверное, может уже решаться вопрос. Есть такой вот сериал, он, так сказать, финский, но он, так сказать, Netflix, да, Сорь Йонен, да, ну, это такой детективный сериал, Сорь Йонен, это вот такой вот умудренный опытом необыкновенный следователь. Вот. И там, значит, есть эпизод такой, как некий мужчина в очереди сидел в больницу, а тут без очереди пролез тут большой начальник, и он психанул. И после этого у него, а он сидел в больнице один без ребенка, и после этого у него отняли ребенка, сказали, что ты не имеешь права воспитывать, и все дело продолжилось тем, что ему пришлось уйти на нелегальное положение, похитить ребенка, и он теперь неизвестно, где живет, с ним скрывается, понимаете, вот какая же ситуация. Ну, ювенальные юстиции, да, по нашим, для нашего российского сознания там достаточно жесткие критерии, и они детей отбирают. Вот в Финляндии, ко мне там пару раз обращались, ну, наши женщины, которые там вышли замуж, там очень жесткие условия. Чуть что, пришли, забрали, и даже не разговаривают. Ну, а дальше, соответственно, уже там, кто воспитывает, как воспитывает, каким образом воспитывает, неизвестно. А чуть что, это что должно случиться? Да хоть под затыльник, вот пришел ребенок в школу, поплакал, заплакал, и сказал, что случилось? Он говорит, мне мама по пути надавала ремнем. Придут и заберут. Нет, тут-то он просто оказался недостоин, да, вот он как-то не выдержанно, не уравновешенно был вот в очереди в больницу, да. У него тут еще жена умирала там еще. Ну, и такое может быть. У них... А вот тут все, ребенка у него отняли, все не можешь. Ты не финн, ты не мой уравновешенный. Таким образом, я думаю, что если мы так кратенько подведем итоги, мы должны с вами сказать о том, что первое, мы, каждый из нас, если кто у нас является родителем детей вот такого возраста, о котором мы сегодня говорим, нужно констатировать следующее. Первое, мы находимся с вами с этой проблемой один на один до того момента, пока чего-то не случится. В этом случае, да, можно рассчитывать на репрессивный аппарат государственный, который там возбудит уголовное дело, накажет, но до этого мы с вами с этой проблемой находимся один на один. То есть, есть вы, есть ваши дети, есть проблема педофилии, вот так, как вы ее воспринимаете, так, как вы сможете донести ее до своих детей в тех самых выражениях, которые, как родители, сочтете возможным и нужным сделать, вот так мы и будем. Потому что никакой иной помощи государства в этом вопросе мы пока не видим. Это первое. Второе. Естественно, что в вопросах, которые касаются в том числе и полового воспитания, мы фактически на сегодняшний день, опять же, находимся предоставлены сами себе. Вот в то время, когда, в том возрасте, когда мама или папа или там кто-то считает необходимым что-либо рассказать ребенку, до того, как начнется процесс созревания, начнутся физиологические изменения или после, или как-то, или в момент этот. Опять же, мы каждый самостоятельно это все решаем. Опять же, в силу нашего, в том числе, и нашего с вами, нашего багажа, наших с вами знаний. Третье. Мы с вами находимся, наши дети находятся в положении, когда, учитывая современные средства массовой информации, заходя в интернет, как бы мы его не контролировали, контролируют его все, отключают многие, делают ограничения по времени, ограничения по сайтам. Я, например, знаю людей, которые разрешают только детский YouTube, блокируется YouTube, блокируется даже Яндекс, много чего не дают. Тем не менее, мы имеем информационную среду, в рамках которой стопроцентно проконтролировать, что ребенок получит ту или иную информацию, в том числе сексуального характера и как он на нее отреагирует, мы не знаем. То есть, это агрессивная среда, где ребенок может получить вот эту нужную или ненужную ему информацию. Мы также с вами находимся один на один. Никаких таких вот методик, которые бы можно было в школе, например, для родителей о том, как заниматься этой проблемой, как предостеречь детей от того, чтобы они не стали жертвой педофилов, как заниматься их сексуальным воспитанием или не заниматься. Нету в школах, в том числе и для родителей, я не говорю о каких-то там курсах, но хотя бы каких-то кратких лекциях, методических, ничего нет. Ну и, наконец, к сожалению, существует, нельзя, то есть, существуют проблемы правоприменительной практики, когда, о чем мы с вами говорили сегодня, в том числе или и лица, которые не совершали преступления, а, ну, скажем так, имели конфликтные отношения с другим родителем ребенка или с родителем ребенка, могут, могут при тех обстоятельствах, о которых мы сегодня говорили, стать, в том числе, и жертвами уголовно-правового преследования. То есть, проблема, да, соответственно, так же мы с вами не можем, и психиатры, я вам скажу, я у них спрашивал перед беседой сегодня с Борисом Сергеевичем, можно ли по каким-либо признакам, чертам характера, поведениям, безусловно, определить, что человек имеет склонность к педофилии. Таковых признаков безусловных, которые, вот можно сказать, если человек себя ведет, вот вы увидели раз, два, три, четыре, пять, и вот тогда точно это педофил, таковых признаков нет. Мы должны с вами самостоятельно, опять же, в силу своего, своих навыков, умений, образования, сами как-то вот на, реагировать на возможность того, чтобы наши с вами дети не стали жертвами педофилов. Такая как бы ситуация, но это, на мой взгляд, на сегодняшний день, Борис Сергеевич, а ваше мнение, как я вот делаю выводы прав или все-таки несколько... ситуация, я с вами, в общем, согласен. Я вот с озабоченностью вот воспринял эту проблему. Действительно, с двойной озабоченностью и про защиту детей от такого рода посягательств и защиту в том числе от неправильного обвинения, то есть необоснованного обвинения. Невозможно защититься. Вот как-то так. Ну да. Ну что, вы меня предупредили, что времени у нас мало? Вроде как. Да. Время нам надо заканчивать сегодня. Спасибо вам большое. Известителям спасибо. тема острая. Не забудьте лайкнуть и репостнуть. Очень может быть, что YouTube не разрешит монетизация этого видео, так что вы в любом случае не забудьте поддержать материально мой канал. Внизу есть реквизиты. А мы с вами через две недели, как всегда? Да. Хорошо. Ну, всех благ. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания, дорогая публика. Субтитры подогнал «Симон»!